Вот обманутые дольщики. Да, он нигде не будет. Ни на Энгельсе не построит, ни на Ленинского комсомола. Это вы сейчас про Лапина говорите, да? Да, про Лапина. И фирма «Алкорстрой»? У него несколько фирм. Несколько фирм. Несколько. Он директор везде. Поэтому суд у нас должен завтра закончить. А фамилию не скажете своей? Головченко, хотя бы не сказал. И скажите, как он принимает, снимает слой, ставит забор. Да, и все, он дальше ничего не делает. Это я в 2013 году вложила деньги. А люди ездят, которые вложили даже в 2011 году. То есть вообще ничего. Вы обращались в суд? Мы судимся. Завтра у нас окончание. Вынесение решения? Да, вынесение решения завтра. Но мы надеемся. У вас получается Калининский районный? Да, нет, Ленинский. А опять оспариваете? Нет, Калининский, который... Калининский. Вы же сказали Кадыкова. По месту нахождения объекта или вы оспариваете решение администрации о предоставлении земельного участка? Так. Или договор... В Ленинском. В Ленинском. Вы оспариваете нормативные документы администрации города? Мы хотим вернуть деньги, потому что он ни деньги нам не возвращает и ничего не строит. Или оспариваете договор? Мы не договор, мы хотим вернуть себе деньги. Но вы деньги вносили на основании чего-то, договора, инвестиции или договор долевого участия в строительстве? Там он и договора очень хитро составляет. Это договор... Займ? Да, беспроцентный займ. Но прописывает, что он обязуется вот такому-то адресу нам выдать живое здание квадратное. На таком-то этаже, с двух квадратных. Все это очень... Видите, вот вы нам и нужны. Может, вы не хотите свидетелям пойти по нашему делу? А у вас какое? Вы по какому? А вот у нас 22-го... Завтра в 9 утра. И вы... В 10? А, в 10, в 10, в 10. В 10, в суд как раз. А у нас потом 10. 10. В Ленинской. Судья Филиппова. Не, ну, Юр, это нам лучше, чтобы прокуратура, потому что... Девушка, у нас... Я сейчас дам... Лежите-ка. Мужчина. Вы в Ленинском, да? В доме Слицы? Да, да, да. Вот, да, да. Попотчик у нас начинается? Ну, не может быть. У вас разные, у нас разные судьи знают. Ну, я знаю, вот моя визиточка. Вы позвоните мне, пожалуйста, сегодня вечером, или как? Надо с вами стыковаться. Если вы все-таки... Ну, мы в 12 будем точно сидеть на... Нет, нужна от вас просто дополнительная какая-то информация. Именно в части личности и так далее, и всего остального. Видите, какой? Вот, судья, ведь один знает, а другой не знает, что там такое безобразие. Да, мы в курсе, что надо объединять. Видите, у него денег нет. Да, ну, нас объединили еще на моменте следствия. Два дома. У вас в рамках... Четыре дома. У вас, поймите, у вас получается в рамках уголовного дела инициировано гражданское судопроизводство в части возврата денежных средств. Я так понял. А денег у него нет, как вы понимаете? Денег нету, ничего. А еще занимается строительством? Во время даже следствия он уже пытался квартиры, которые записаны на его жене, уже он пытался их продать. Которых нет? Они ездят, ну, собственные квартиры. А, вы понимаете, собственно же у нас человек продает? Да, судья у нас арестовывала до определенного, до июня месяца. А потом... Запрет у вас на совершение? Да. А он специально затягивал начало вот этого судебного процесса. И у нас там, по-моему, в сентябре начался тот конкурентный процесс. Обеспечительные меры у вас были в части строительства? Нет, я не понимаю, какого хрена он строит, а? Не знаю, как это будет. Ну, это у него надо спрашивать. Это не будет он строить, вы что ли? А что там, честно говорю, то, что вот... Но он землю закроет и будет угрожать. Он вырылся, и все, и будет угрожать. А потом продаст эту землю. И будет ждать, пока ему кто-то компенсирует, администрация или кто-то, зная вот эти протестные какие-то движения. У меня сегодня у строительства, и у него нет ни на один объект, и мы даже не разрешали... У меня поможете, пожалуйста, позвоните. Вас Бог посолкнул, а мы вам поможем. Потому что мы друг другу сами... Можете мой телефон записать. Выключите меня, пусть вечером, если... Вот здесь напишите, пожалуйста. Если у гражданочки есть сегодня время, пусть она к шести подойдет уже, с какими-то документами... Нет, а вы живете где? Я в Новоюзном. Ну, мы тоже в Новоюзном. У нас сегодня собрание на Линкоме 36. Где живете? В Любимке. Вот, недалеко. А вот у нас... А где Баляков? Вот сзади. Во-во-во-во, депутат Госдумы, Чебашей. Госдумы... А может будете, докаркует ведь, а? Игорь Ельц. Коксарский, по-моему, да? Коксарский учили раньше, мы с первой школы учились, да? Я первую школу кончила. Вот, вошлись, вошлись, на первой школе. Видите как? Баляков у нас, Чебоксар, в деревне. Да, да. А что, у нас через год будем голосовать? Выберем? Да, выберем. Да, выберем. Вот кого надо. А его однозначно. За то, что его в очередь, что ли, мы его вообще сразу произведем. Ну, не знаю, посмотрим. Ях-нях-нях-нях-нях. Шансы будут. Будут шансы? Если будут советовать, обязательно. Если у вас будет возможность сегодня к шоссе, подойдите. Ой, не могу сказать. Вы где собираетесь? Ленкома 36. Это где Мадагаскар? Да, по-другому. Вот, мадагаскар здоровый. Вообще, надо сегодня... Ленкома 36, ну, я знаю, 40-й. Ну, 40-й, 8-й. 40-й, это прямо вот здесь звезды, а это ближе к Мадагаскару. Вообще, вот у меня такая мысль. Напротив Мадагаскара. Южина, перемычка. У вас ведь тоже там дома 4, да, страдают где-то вот так? Да, 4 дома. 4 дома, я помню. То есть, если, допустим, там тоже активистов собрать и подать заявку на пикет, но уже и люди оттуда придут. Вы с нами соединяетесь? На пикет-то уж мы, видите, мы работаем. Это я говорю, на обед вышли, чисто вижу фамилию. Нет, есть пожилые люди, и уже не сюда, к памяти Щипаеву, а мы следующий пикет к администрации. Все-таки мы уже вторую заявку даем. Нам постоянно... Я сделала вторую заявку. Постояли, но я вот эту фамилию не пустила. Во всяком случае, подумайте над этим, чтобы можно было объединить вот людей. Вот эти вопросы какие-то у вас будут конкретно, а там... Поймите, нам, знаете, что надо? Нам договор взаимно надо. Сейчас уже дарят в кавкаре, а... Копия. Так, договор взаимно, копию. Так, сейчас он у меня договор адвоката. Вот если бы сегодня вы к счастью подошли... Мне же нужно адвокату, копию у него там снять. Поймите, мне эта ситуация как бы не так, чтобы гореть, но не мешало бы вот этот договор взаимно увидеть. Ну, могу сделать, но не могу сказать. Потому что у нас из тех завтра в 15.30 прокуратура... Кстати, Бельский интересовался вот этим договорами. Это прокурор Калининского района. А у нас прокурор Новый Города, по-моему, да, какой-то появился? Нет? Какой еще? Генеральный там прокурор? Нет, нет, у нас такого. У нас Легостаев новый прокурор. Это по Чувашии, по Чувашии. По Новому Городу нет отдельного прокурора. Нет, в нашем городе. Нет, новый, есть Легостаев, да? Это Чувашии. В общем, мы вас просим очень. Вы вовремя пришли. Прийти я не приду, конечно, сегодня. Ну, хоть завтра документы какие просим. Завтра, не завтра. Все, 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 я ей записал. Подожди-ка, подожди. Она говорит, на неделе. Ну-ка, завтра все. Я не могу. После работы. Ну, завтра в любом случае ничего не решится. Не решится? Нет. Это у вас первое заседание только. Нет, поймите, у нас административка. У нас не гражданский спор, не уголовный. Административки быстро проходят. День. Раз, два заседания, до свидания. Ну, мне еще... А телефон еще раз не дадите? 8-980. Поймите, это заявлено... 987-122-92-35. Поймите, это нужно для того, чтобы в рамках уголовных каких-то преследований и так далее. Нет, ну вот это очень хорошо свидетель был бы. Да. Своим бы разобраться. Вот именно. Ну, это больше... Для нас это морально составляющая вопроса. Ну, то есть мы информацию вечером дадим. Характеризующая застройщика и так далее. Да? Информацию дадим вечером. Да, да. То есть вы не будете... Вы просто можете составлять, вы можете поднять дело, которое сейчас идет в Ленинском суде. Я знаю, там ссылки были. На сайте ссылки были. Там уже в интернете писали. Спасибо большое. То, что у нее там 8 эпизодов. Да, да, да. 8 эпизодов у нее. Я в курсе этой. Мы 11 человек. Там судья, 4 буквы какие-то. Что делать Лапин? Нет, у меня у нас как раз вот Филиппов. Филиппов? Филиппов? А, значит, это исполнитель. Вот там, впереди уже. Помощник. Ладно, спасибо, что вы подошли к нам. Вот, смотрите, обманутые дольщики. Во, Лапинские. Да, вообще. Вот как прям на нас... На Эльдиксе? Нет, у них на Кадыково 4 дома. О, и там уже? Ага. И там уже? А? И там прохолол. Да, везде котлован роют и дальше дело не идет. Крус, короче. Ну, в общем, он давно собрался. Я подумал, что-то, 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 что-то заявление мне это не выходит, да? Пока нет, пока нет.